Добрый день! I'm so glad to see you again! Рада вас приветствовать снова на уроке английского языка учебник English with Smiling Sam 4. Итак, тема вторая, урок второй. Продолжаем знакомиться с нашим домом. Итак, начнем, как всегда, с новых слов. Эти слова необходимо будет записать в свои словарики, либо рабочей тетради с переводом. Balcony – балкон, flat, квартира, block of flats, многоквартирный дом, block of flats, yard, двор, flowerbed, клумба, behind, сзади, upstairs, наверху, downstairs, внизу. А сейчас давайте с вами посмотрим и вспомним правила, которые мы учили с вами в прошлом году. Обороты there is, there are. Сегодня мы с вами повторим оборот there is. There is a kitten in the house. Такой оборот переводится с конца. В доме есть котенок. There is a kitten in the house. There is a bed in the bedroom. В спальной комнате в спальне есть кровать. There is a bed in the bedroom. Очень часто there is произносится вместе, как there's. Ну и, соответственно, и пишется вместе. There is a kitten in the house. There is a bed in the bedroom. Окей, идем дальше. Look and read. Посмотри и прочитай. Our house – наш дом. This is our house. Это наш дом. It is big. Он большой. We have got a balcony. У нас есть балкон. There is a green garden behind the house. За домом есть, находится зеленый сад. We like to walk in it. Мы любим гулять в нем. There is a small yard in front of our house. Перед нашим домом расположен маленький двор. There is a nice flower bed on the left side of the house. Слева от дома расположена клумба хорошая. There is a garage on the right. Справа находится гараж. Отличемся на произношение слова гараж в английском языке. Американский вариант. Гараж. Гараж. Британский вариант. Гарадж. Гарадж. То есть, британский вариант на первый слог идет ударение, американский вариант на второй слог. Гарадж. Ну, вы знаете, в произношениях уже, вот, как мы учим, очень часто мы путаем уже, какой, где у нас британский вариант, где у нас американский вариант. Уже мы, как бы, используем более самораспространенные варианты этого слова, поэтому очень-очень часто мы именно произносим как гараж. Хотя, видите, британский вариант произношения этого слова. Гарадж. Гарадж. Американский. Гарадж. Гарадж. Вот, необходимо тоже на это учитывать. Особенно, когда мы слушаем аудирование, чтобы дети понимали, когда у нас какое произношение идет. Итак, there is a garage on the right, справа у нас гараж. We have got our car in it. В нем у нас наша машина. We like our house. Мы любим наш дом. Task 3. Choose and complete. Выбери и дополни предложение. Итак, this is our house. Это наш дом. Это задание письменное, поэтому необходимо записать дату выполнения этого задания и номер упражнения. We have got a car, либо balcony in our house. Что есть у нас машина, либо балкон? Ну, у нас есть машина, балкона нет. Я так понимаю. Так, третье задание. There is a garden. Где находится у нас сад? In front of the house, либо behind the house. There is a garden. In behind the house. B. There is a flower bed. Так, где у нас расположена клумба? On the left, либо on the right. Смотрим. Flower bed on the left side. Слева. A вариант, правильный. Значит, there is a garage, либо garage, in the yard, либо on the right. Где у нас гараж находится? On the right. B вариант, правильный будет. Прочитай еще раз этот текст и сделай послетекстовое задание. Ну и, естественно, выполни задание четвертое. Задание устное. Просто можно сказать устно. Tell the class about your house, либо flat. Расскажи кому-то о своем доме, либо квартире. Например, there is a bedroom in my house. Есть ванная в моем доме. There is a toilet in my house, либо in my flat, если ты живешь в квартире. There is a living room, there is a kitchen, если в квартире живешь, то может быть еще и балкони. There is a balcony in my house. Ну, а теперь переходим к нашей рабочей тетради. Итак, наша activity book, страница 27. Find the words and circle them. Найдите слова и обведите их. Bathroom, hall, hall, это коридорчик. Kitchen, кухня, flower bed. Вот это flower bed, слово у нас находится. Клумба, living room, гостиная. Bedroom, спальня. Garage, гараж. Balcony, балкон, garden, сад, house, дом. Теперь необходимо нам добавить эти слова в предложение. Итак, что у нас находится downstairs? There is a downstairs. Downstairs, a living room, можно сказать. There is a living room downstairs. Еще что у нас находится downstairs, внизу? There is a hall downstairs. Hall находится еще внизу. There is a kitchen downstairs. Еще находится внизу у нас кухня. Upstairs, наверху, кроме bathroom, у нас находится a bedroom. There is a bedroom upstairs. И что еще? There is a balcony upstairs. Наверху еще балкон. In front of the house. Что находится перед домом? A flower bed. Значит, there is a flower bed in front of the house. Дальше, next to the house, there is a garage next to the house. И последнее, behind the house, a garden. There is a garden behind the house. За домом есть сад. Ну и задание со звездочкой. Write about your house flat in your notebook. Запишите маленький, напишите маленький рассказ о своем доме, либо квартире в своей тетради. Можно использовать вот такие вот предложения. I have a house, либо I live in a house. Либо, если вы живете в квартире, I live in a flat. И расскажи. It is big, либо small. Маленький дом, либо квартира, либо большие. Что находится в квартире? There is a bathroom. There is, например, что находится еще? There is a bedroom. There is a living room in my flat. Если это дом, то, естественно, можно больше описать, что находится у нас в доме еще и flower bed in front of the house. Так, что находится еще behind the house, позади дома. Например, there is a garden behind the house. Next to the house, there is a garage. Таким образом, мне можно при помощи оборота there is описать части своего дома. Окей, that's all for today. На этом это все. Thank you for your attention. Спасибо за внимание. До новых встреч. Goodbye. Учим новые слова. Не забываем об этом. Пока-и-д répondre. Пока-и-д